Вечернее шоу Аллы Довлатовой Итак, друзья, вы поняли уже, что у нас сегодня в гостях прекрасная российская писательница, мастер детективных романов, я еще хотела сказать писательница прозаик, сценарист, переводчик, телеведущая Татьяна Устинова, Таня, привет! Привет, привет еще раз, здравствуйте все дорогие и уважаемые слушатели Русского радио! 20 лет назад вышла твоя первая книга «Персональный ангел», это был 99-й год, после этого вышло более 50 книг, или еще больше? Нет, нет, 42 на самом деле всего, то есть, ну да, там если считать рассказы и сценарии, которые в общем не имеют отношения к прозе, то, наверное, больше, а так 40-42 книжки Молодец, все считаешь, да? Сразу с места в карьер Блиц, писатель или писательница? Которую я люблю? Нет, ты А, я? Это хоть как? Но все-таки для тебя писатель, женщина это писатель или писательница? Как угодно, мне смешно себя называть писатель и телеведущий, почему-то так принято в семье, где наш писатель, спрашивают все, говорят, писатель в сортире, извините, дорогие уважаемые слушатели, и тогда я откликаюсь, но писательница, мне кажется, это такая же точно норма русского языка, как, я не знаю, учительница, допустим Да, согласна, то есть писательница? Писательница Ведущая или ведомая? Ведущая А черная или белая? Была черная очень много лет, сейчас, пожалуй, такой серая, как зебра, переход из черного в белое, недавно услышала шутку, которая мне очень понравилась, как кто-то увидел, ну это интернет такая шутка, кто-то увидел где-то далеко в горах продающуюся фигурку зебры, и там написано, ишак-матрос То есть полосатая, зебра, ишак, вот это что-то вроде ишака-матроса Да, морской ишак, действительно Немножко пупсий Итак, физики или лирики? Лирики, но с физическим уклоном Толстой или Достоевский? Толстой Чай или кофе? Чай Самолет или поезда? Поезда А прошлое или будущее? Будущее Психолог или подруга? Психолог Писать по вдохновению или по расписанию? По вдохновению, которое уложено в расписание Ну и, наконец, кошки или собаки? Собаки Ну, конечно, потому что Татьяна сегодня пришла не одна Да, я с собакой Это совершенно уникальная, маленькая, прекрасная собачка, которую даже я не сразу заметила Покажи мне рукой, в какую камеру ее показать? Вот в эту камеру, в твой крупный план Вот она, да, да И зовут это чудо Ее зовут Кристи, Крисмос, потому что, ну, мы взяли ее на Рождество У нее при рождении было другое имя, но мы так ее назвали Потому что ее можно называть и Кристи, и Агата Кристи, и Крисмос Потому что это Рождество И также Крысмыс Крысмыс Потому что у нее порода пражский крысарик Это редкая такая порода, интересная Это вообще собаки-охотники, они охотились в Средневековье Вот такая маляпуйская Праги, да, да, во время чумы на крыс И они, собственно говоря, Прагу Средневековую от чумы спасли С ума сойти Ну она же еще маленькая Ну ей год, ей год, ну вот будет То есть она уже не щенок Она, ну, подрощенный щенок, но вот годик ей будет Но она больше не вырастет И у меня была такая прям цель Я хотела маленькую собачку Потому что у нас всю жизнь большие собаки И овчарки, и мастифы, и собака, которая была бы вот со мной И я бы как сумасшедшая сидела, знаешь, вот гламурной барышней, да Собачками на руках Такое было невозможно достичь, потому что очень большие собаки Вот, наконец, я достигла Потрясающе Слушай, ну я тебя поздравляю Спасибо С новым членом семьи Спасибо И с Кристи Я очень рада, что ты пришла сегодня к нам Потому что я очень люблю собак Да, да, да И для меня прям праздник, что ты пришла ко мне, как домой К другу, конечно Да, да, это очень дорогого стоит Спасибо Друзья, оставайтесь с нами Все, кто смотрит нас ВКонтакте, в Одноклассниках А также на сайте русрадио.ру Правильно делайте Потому что Татьяну Истинову интересно не только послушать, но и посмотреть Дорогие друзья, продолжаем разговор Татьяна Устинова сегодня здесь с нами Мы говорим по поводу литературы, конечно же Ну что, расскажи мне, пожалуйста, Таня Как это родится, гуманитарию в семье технарей Инженеров и технарей Ну вот, прекрасно, было очень мне весело У меня совершенно был изумительный дед Михаилович Котельников Который вышел на пенсию Хотя он был абсолютно молодым человеком Когда я родилась Бабушка его заставила Она сказала Миша, ты должен помогать Миша, значит, он бабушку обожал И он вышел на пенсию Несмотря на то, что его не отпускали Он, правда, очень был одаренный инженер А дальше со мной, с сестрой моей Инкой Он возился в прямом смысле слова Он читал нам сказки на разные голоса Андерсона Я помню прям про Ганса Чурбана Сказку Я ее до сих пор обожаю Потому что так как ее читал дед Это ее не читал никто Папа с мамой Такие, ну, конкретно люди из 60-х Да, которые Зато мы делаем ракеты И перекрыли Енисей Это правда Потому что мама работала всю жизнь В научном институте Который занимался космическими программами И присутствовал на запуске Алексея Леонова Вот когда в первый раз он в открытый космос вышел Помните, такая история была Маме было 26 лет Она была хорошенькая Прямо невозможно И это была такая семейная история Как папа, они уже были женаты Папа ее провожал Вот этим спецбортом На полигон в Казахстан А там все представители заказчика То есть офицеры из Министерства обороны Папа ее провожает Лететь Никто не знает сколько часов Естественно, это транспортный военный борт И там из удобств Только какой-то ведерко за шторкой Мама вся такая пуганная Вся такая трепетная Из интеллигентной семьи Поэтому родители Пели все песни подряд И Булата Куджаву И Городницкого И Кукина И все на свете Катались на лыжах Играли в теннис Плавали В общем, все как положено было Для 60-ти Абсолютно Абсолютно Ну а правда, что ты поступила В престижный технический вуз И окончила его только Потому что пообещала бабушке Бабушке, конечно Это чистая правда Бабушка была больна Бабушка была Вот это как раз Антонина Федоровна Вот это бабушка и дедушка С маминой стороны Да Про которых я говорю Я пообещала Бабушка была больна И она вот умерла В день моего последнего экзамена И собственно Даже не я училась Ал, я очень быстро вышла замуж За Женьку И учился твой муж Учился он, да Причем это Я не преувеличиваю И не кокетничаю И не стараюсь Как вам сказать Так дать такую На самом-то деле Очень хорошо образованную даму Нет, он доучился честно За меня Об этом все знали Ну ты гуманитарий, ну как еще Было-то Да Самое главное, что об этом знали Преподаватели Преподаватели Да А он был очень заметной фигурой На факультете Он очень хорошо учился Он был прям Вот подающей надежды Молодой ученый И к нему прям вот все Относились с уважением С уважением, да И меня как-то там Переводили с курса на курс Ты была как это Да, да, да Как это называется Как капитал К Льву Николаевичу Толстову Да, да, да Или к Зощенко Да, или к Зощенко В советские времена Слушай, но все-таки Нормально Но все-таки Несмотря на то, что ты Технический вуз закончила Ты все равно стала писателем От судьбы не уйдешь Не уйдешь, это правда Вот ты веришь в судьбу Да Да, я верю в судьбу Я верю в то Ну как сказать Вот в такую судьбу Которая вот тебя ведет От и до Я не верю Потому что под лежачий камень Вода не течет Никогда Но в то, что есть Какой-то коридор Который вот для тебя предназначен И если ты там будешь идти Хоть с чем Хоть с кайлом Хоть с лопатой Хоть с отбойным молотком Расчищая себе путь То он тебя выведет Куда нужно И этот коридор Вот он и есть судьба Вот на мой взгляд Согласна Твой первый рассказ О дуванчик Правда, что его бабушка порвала? Она его выбросила Да, она его выбросила Я прям помню Это мусорное ведро И как оно выглядело Это мусорное ведро Она сказала Что это не годится Ну, писать Что не годится? Не годится писать? Или вот то, как ты написала То, как я написала Потому что писать нужно талантливо Или уж, по крайней мере Зная, о чем ты пишешь То есть, зная жизнь Жизнь мне было 7 лет Я не знала И было понятно Что я ее не знаю Значит, талантливо Но об этом вообще речи не шла И бабушка это выбросила И мы маме Рассказ затевался ради мамы Которая должна была вот-вот приехать Они с папой ездили в Питер Ну, в Ленинград И чтобы ее, так сказать, поразить Моими литературными способностями Ну, так и не удалось Ну, а как ты не сломалась? Если вот тебе в 7 лет говорили Да это все бездарно Все безобразно Помойку Нет, да ладно 7 Мне уже было 16 И все так же говорили И потом 20 Так же говорили А потом я никогда в жизни Не забуду тост Который сказала моя тетя Любимая Это правда Я тетю обожала Я вообще всю женскую половину Семьи обожаю Которая сказала Танечка Тебе уже 30 лет на мой день рождения А из тебя так ничего и не вышло И через 2 года вышла первая книжка Ну, теперь что говорит тетя? Мама По-разному 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 Ну, они, конечно, немножко меня уже сейчас похваливают Ну, нельзя сказать, что взахлеб Но так, умеренно очень Передачи твои смотрят по телевидению? Смотрят, да Мама говорит Боже мой, во что ты нарядилась? Понятно Как ты была одета? Тебе пора на пенсию А ты все так наряжаешься И дальше фраза коронная Мамин, любимая Это какое-то горьковское дно Я хочу тебе сказать, Таня Что именно с такими грандиозными родителями Бабушками, тетями С такими критиками Действительно вырастают закаленные Как сталь Понимаешь? Это правда Настоящие профессионалы Это правда Друзья, остаемся с нами Потому что, когда, говорят, ты самый лучший Самый талантливый Самый прекрасный Тебя сюда Еще сюда Еще подними ножку И туда еще три раза Тебе некуда развиваться Да, это правда Оставайтесь с нами, друзья Татьяна Устинова сегодня здесь Дорогие друзья Татьяна Устинова сегодня здесь с нами Я хотела бы тебе Вот тебя попросить Разрушить некие стереотипы О писательстве Давай Ну, о писательницах в первую очередь Ну, вот какие есть мифы Которые не являются правдой? Про литературных рабов Все мифы от первого до последнего слова Всегда, да Потом, мне кажется, что миф большой Что писатель должен быть дик, свиреп И, значит, немыт Все-таки есть вполне себе другие писатели И, тем не менее, несмотря на это Они все равно писатели Ну, какие еще и что еще Ну, вот смотри По поводу убийства героя Что писатель Ну, для писателя же все герои Они как дети, да, правильно? И вот в результате Ему надо уничтожить этого героя В конце он должен его убить Ну, значит, писатель-человек Все равно жестокий Конечно Писатель-человек жестокий Эгоистичный Нет-нет, не миф И больше того Еще у нас у всех Ну, тоже в зависимости от меры Вот этого дарования, да И чем туда выше гениальности Тем хуже, да У нас еще у всех возникает иллюзия того Что мы на самом деле творим вселенную Вот я не знаю, как у артистов Боги Боги Но мы-то создаем мир Мы создаем мир Начиная вот от песчинок И заканчивая, я не знаю чем Яблоками, гамаками, дачей Самоваром, собакой, бабушкой Мы населяем его там Я не знаю, какими-то призраками И так далее И поэтому, когда подчас бывает Особенно если вот идет работа И ты не сам пишешь Такое тоже состояние бывает А кто-то за тебя пишет, да То есть я думаю, что это кому-то Вот там что-то захотел сейчас почитать И ты должен вот это написать Чтобы там кто-то это почитал На небесах или где-то, понимаешь В каких-то тонких мирах И ты, автор Пребываешь в полной иллюзии Что ты творец мира Это вот очень, например, подорвало Льва Толстого Потому что он был гений То есть он на самом деле Ощущал себя творцом вселенной То всерьез Это очень такая страшная штука Но ты чувствовала это? Иногда, да Умеренно, конечно Ты себя как-то сразу Кусаешь и ущиплешь Абсолютно Абсолютно, конечно А почему ты кусаешь? А если ты не будешь себя кусать? Может быть, ты тоже дойдешь До состояния Льва Толстого? Нет, я... А если... В этом и разница Между мной и Львом Толстым То есть гением и писателем Татьяной Устиновой, да? В том, что он мог Себя туда довести А я нет Это невозможно Я поняла Поговорить о твоих новых книгах Итак, в начале февраля Вышла твоя книга Совместно с уважаемым Нашим Павлом Астаховым Жилье по обману Она называется Из цикла Дела судебные Значит, ну, во-первых Расскажи мне Как это творить совместно Это как? Это ты пишешь одну главу А он вторую Или вы вместе что-то Рассказываешь Это страшная морока Причем, когда мы затевались С этим делом Десять лет назад Да? Я Вот про вопрос Про физиков и лириков Да? Я решила, что написать Половину романа Проще, чем целый То есть И мы друг другу сказали Павлуш, ты, значит Занимаешься вот этой всей Юридической и судебной Подоплекой Потому что ты в этом Все понимаешь Знаешь И знаешь законы И знаешь, как этот мир работает А я занимаюсь Житейско-бытовой линией Тут дочка Там племянник Здесь сестронатка Тут прекрасный лейтенант Аганцев Который ухаживает за героиней И вот тут началась Ну вообще Достаточно такая серьезная история Мне изменившая сознание Потому что Мы все время должны Это друг другу показывать Согласовывать Если мы не приходим к консенсусу А мы не приходим Это все должен За нас потом перечитывать редактор И предлагать Давайте мы вот тут поменяем местами А еще все же Как это сказать Именно эгоистичные И такие Ну мы держимся за текст Ну как Что тут сократить Зачем это сократить Вот там сократить Ага И это конечно Такой момент Ну достаточно напряженный Ты лет вместе с ним Уже работаете Нет-нет Мы написали две книжки Десять лет назад Потом мы десять лет Ничего не писали Не работали Абсолютно И теперь мы снова соединились И теперь мы снова соединились Потому что У нас правда Такая история Меня очень часто На встречах И в эфирах Спрашивают Будет ли продолжение Спрашивают Павла И в конце концов В связи с тем Что мы В одном издательстве Как бы живем И один и тот же издатель Наш Ну за долгие годы Уже близкий человек Ваш малый папа Да Он просто уже заставил Да Он говорит Ну я все понимаю Я понимаю что трудно Я понимаю что графики Я понимаю что Так сказать Опыт показывает Что это достаточно сложно Но вот Нужно сделать так В общем поэтому Выходит эта книга Скажи В основе книги Реальная история Да Но она тебя действительно затронула Да Я не пишу о том Что меня не трогает Ау Ну вот Понимаешь Да То есть вот Я все Понятно что вдохновиться Да да В программу Мой герой приходит Я всем говорю Искренне Что если меня человек Не интересует Я не знаю о чем С ним разговаривать Он не придет в программу Я попрошу шеф-редактора Его не приглашаю Слушай Какие мы с тобой одинаковые Друзья Оставайтесь с нами Здесь Татьяна Устинова Дорогие друзья Татьяна Устинова Сегодня здесь с нами Говорим и про литературу И про жизнь Конечно же И про телевидение Ну в общем Про Танину жизнь Да Спасибо И мы только что говорили Про книгу Которая вышла С Павлом Астаховым Она так и называется Жилье по обману А вот вторая книга Серега Артемиды Которую Это которую я написала Без Павла Без Павла Но вот которая должна была Тоже сейчас в феврале Нет она вышла в октябре Вот от Серега А сейчас я уже следующую пишу Вторую часть Сереги Артемиды Вторую часть Сереги Значит сюжет Там убийство кинозвезды В театральном институте Что-то такое Закрутили на веяле Как появился этот сюжет Я разговариваю с людьми В программе Мой герой Очень разными И по возрасту И по темпераменту И по жизненным обстоятельствам Но их объединяет одно Что в основном Это творческие люди Которые как раз поступали В свое время В творческие вузы В театральный На журналистику В консерваторию Там как и Ось Да Шкабзон тот же Например Я это все слушала Слушала Много лет я это слушала И это все так интересно И это все так отличается Вот от нашей системы Координат там Инженерных допустим Вузов Что в конце концов Я решила Что про это надо написать роман Опираясь вот на этот опыт Людей Которые мне рассказывают Как они живут А скажи Вот можешь ли ты назвать Три составляющие Хорошего романа Вот интриговать Смешить И немножко пугать Значит если Ну вот как бы я сказала Я бы сказала Что там должна быть Обязательно тайна Обязательно На мой взгляд Любовь Обязательно И обязательно Вот Точка опоры Читательская И авторская Чтобы автору было интересно За героем идти Чтобы он опирался На героя Понимаешь да И чтобы читателю Было это интересно Иначе Это скука тебя возьмет В момент А хэппи-энд Обязательно На мой взгляд да И тут опять Я процитирую Сейчас Любимый был У Льва Толстого Писатель Такой Энтони Троллоп Британский писатель Писал Такую клерикальную Литературу О священниках О епископах И Толстой Его часто цитировал В дневниках И вот Одна из него Цитата У Толстого Записана Так Конец Детского Обеда Как и конец Любого романа Говорил Энтони Троллоп Должен состоять Из-за сахаренных орехов И чернослива Ну это десерт Да Да И Толстой С ним соглашается И я соглашаюсь И с Толстым И с Троллопом Потому что Если Подумать Да То вот например Ранний Толстой Это все сплошные Хэппи-энды Да Просто все сплошные Он потом в мизантропию Когда ударился И ему стал прям Нехорошо бедному А у Шекспира У раннего Тоже все сплошные Хэппи-энды А у поздних? Я поздний Там Сейчас так просто Не скажешь Там многое повлияло На отношение к жизни Я говорю Ну вот Толстой Вот он в бездну смотрел Она его собственно И затянул Он был гений И мне кажется И Шекспир так же А я в связи с тем Что я не смотрю в бездну Да Я могу себе позволить Хэппи-энд Да Да Не позволяю И я абсолютно уверена Сейчас я Девочки Вы меня остановите Если я всех подряд цитирую Ни в коем случае Да Потому что это тоже Это я сама прочитала У Чехова Фразу Жизнь очень проста Пишет наш любимый Антон Павлович И нужно приложить Много усилий Чтобы самому себе Ее испортить Ну это же Вот крест святой Это правда Если их не прикладывать А направить На что-нибудь другое К этому хэппи-энду Ты вполне придешь И в жизни Ты являешься Не только автором Своих книг Но еще и Сценаристом К Ну к фильмам Которые по твоим книгам Не-не-не-не-не Смотри Сценарии к фильмам Которые по романам Пишут сценаристы Потому что себя переписать Я не могу А ты писала отдельные сценарии Я писала отдельные Я написала их два Один называется Всегда говори всегда А другой называется Точки опоры И больше я сценариев не писала Почему? Потому что сценарий Это 99% технологии И 1% свободного творчества А роман наоборот То есть тебе интереснее Писать романы Да И сейчас особенно Когда с телепроизводством Как и с любым другим Производством Большие сложности То я очень жалею Время Которое мне надо потратить На восьмикратное Переписывание сценария А сколько у тебя Занимает времени Производство Ну написание Одной книги Месяца три Вот так Если ты сидишь и пишешь Вот сейчас у меня Закончится съемка И я уеду в деревню Под Тверь Откуда я вернусь Только в конце марта Я не буду оттуда выезжать То есть мне, видимо Муж будет подносить Продукты Это принятая у нас практика Когда я уезжаю Чтобы писать Ну то есть это как Своеобразная такая Ну для твоей Как ритуал Это необходимость При том, что уже Половина романа написана Да То есть мне нужно Ну месяц еще Допустим Чтобы дописать Иначе я Ну не справлюсь Ну хорошо Мы тебя отпустим В деревню В Тверь Друзья Остаемся с нами Татьяна Устинова Сегодня здесь Дорогие друзья Татьяна Устинова Сегодня здесь с нами Мы перешли Плавно от литературы К семье Я помню Что история Знакомства твоя С мужем Женей Была такая Очень Нетривиальная То есть Тебе нужно было Забыть Какого-то Кавалера А ему нужно было Жениться Чтобы получить прописку Потому что он собирался В аспиранту И вот так вот Оказалось, что это судьба И где-то Я когда-то читала Что ты говорила Что любовь-то пришла Спустя 10 лет Так и есть То есть вот эта история Протерпиться Слюбиться Это про тебя Абсолютно Другое дело Что конечно Я не буду врать Я не могу сказать Что я вышла замуж За какого-то неприятного И противного типа Он был абсолютно Нормальный парень Нормальный Потом опять же Я посоветовалась с дедом Дед на тот момент Когда я выходила замуж Был абсолютно молодым человеком Ему было всего Только 78 лет Он был в полном рассудке В полном чувстве Собственного достоинства И с необыкновенным юмором И я когда ему сказал Дед мне Вот Женя мне предлагает Замуж Мне выходить или нет Дед сказал Ну конечно выходи Я ему говорю Послушай Ну он же урод А он был урод Женька Почему он был урод У него были такие плоские Желтые такие волосы Набок зачесанные Значит потом он Учился в физмат-школе Жил в интернате в Питере И они там подрались У него здесь был Залезный зуб Залезный Самый настоящий Еще он высокий Ему были короткие Все брюки И он был вот такой Как палка худой Потому что он еще Всю жизнь занимался спортом И жил Естественно в общежитии Я говорю Дед он урод Как же выходить От того что он урод Дед вообще отмахнулся И сказал Что мужская красота Это вопрос спорный Никому не нужен И забудь об этом Я сказала Он очень занудный Дед подумал И сказал Ну да Я согласен Но зато он Очень хорошо Образованный человек Вот И тебе будет с ним Интересно Интересно Да И я вышла за него Замуж Мне действительно С ним было интересно Всегда Интересно Сейчас И вот такая Любовь Когда я думаю Боже мой Как я люблю Этого мужика Это вот действительно Я помню Вот этот момент Когда это случилось Мы были В отпуске В деревне В Псковской области На озерах И я вот его увидела Он там из какой-то горы За какой-то поднимался И я стою и думаю Боже мой Это самый лучший человек На свете Гениально Тогда я предлагаю Тебе сейчас поиграть Игра так и называется На страницах книги Ты просто Я тебя буду называть человека А ты будешь Делать из него Литературного персонажа То есть с кем он работает Там Портретные черты Черты характера Ну вот все Как ты это делаешь Ну и начнем конечно же С Евгения Устинова Как Про него рассказывать Ну вот его Сделали из него Литературного героя Это очень легко Он Все время Рассказывает Анекдоты Шутит В 90% Пошло Но смешно В 10% Не смешно Но не пошло Он абсолютно Все И обо всем забывает Ему наплевать На то Как он выглядит Это персонаж У нас тогда Кем он работает Он снимает Он работает Руководителем Подразделения По науке В большой Инженерной компании Например он строит мосты Считает мосты Нагрузки Махи Все сопротивления Вот это он все считает Значит У него вечно Оттопыренные карманы У брюк Потому что он У них складывает все Включая Купленную в магазине Картошку У него вечно Значит На куртке Впереди следы От собачьих лап Потому что он Приветствует на улице Всех собак Он никогда не помнит Где у него ключи Очки И дети Но зато В любой момент Когда ему звонит супруга Или я не знаю кто Или теща Или ребенок И говорит Папа, папа Или наоборот Женя, Женя Нужно срочно Забрать меня Из школы Или там Отвезти маму В больницу Потому что Мама за не могла Он говорит Я буду через 10 минут Приезжает через 10 минут И отвозит всех в больницу Гениально Теперь Следующий персонаж Татьяна Устинова Татьяна Устинова Взбаумошная Очень любит поесть И от этого все страдают Потому что Как только она начинает есть То начинается Застинание по поводу того Что я очень толстая Я толстая Бесконечно контролирующая Все Детей Звонки В смысле Не чтобы они С барышнями не встречались А чтобы они не опоздали В школу Не пришли С голыми ногами Потому что старший Очень любит На босу ногу носить Да-да-да При этом Лень одолевает Ее страшное И она все время Еще жалуется на эту лень А со стороны Всем кажется Что она трудоголик Потому что вроде Здоровые и сытые ребята И на праздник Есть лишний кусок И вот этот баланс Между ленью и работой Ей соблюдать С каждым годом Все труднее и труднее А кем она работает? Она работает Редактором на телевидении Понятно Алла Давлатова Алла Давлатова Шикарная красавица Питерская девушка Уже сейчас Немножко Выросшая Из таких совсем Таких ураганно Молодых лет Но все равно Остающаяся молодой У которой превосходные дети И дети Воспитанные Правильным Совершенно образом Когда они говорят Мама Мама нас учит Девочка говорит Мама Мама нас учит Жить правильно Она говорит Что человек Должен быть человеком А не свиньей Говорит мама А кем она работает? Она работает Значит Она работает Артисткой В театре В Москве Но У нее Ее не отпускает Ее Ленинградский театр Потому что Она там Начинала работать И она туда мечется Мечется И наконец Владимир Путин Владимир Путин Строгий чувак Значит В пограничной Форме В такой Зеленой В пограничной Форме У ног У него Овчарка Значит В руке У него Томик Воспоминаний Маршала Жукова Работает он Кинологом На границе Гениально Ну собственно Говоря Понимаете Насколько Талантливый Человек Татьяна Устинова Как хорошо И точно Ты определила Все наши характеры И всю нашу Природу Тань Спасибо тебе С тобой Время Очень быстро Летит Конечно же Мне очень жалко Что я так долго Тебя ждала Я это время Так быстро Пробежала Я еще приду Приходи Приходи С книгами Будем еще Говорить и говорить Света А вы приходите В моего героя В программу Тань Я с восторгом И удовольствием Спасибо огромное Ну что ж Друзья Не переключайтесь Оставайтесь с нами А сейчас танцульки Прекрасно Вечернее шоу Аллы Довлатовой Ооооооооо Субтитры сделал DimaTorzok